Девушки отдыхают Крестов на Шереметевском кладбище Рязани Несчастный случай или безалаверность? Пожар в Сараевском районе показал недостаточную предусмотрительность местных жителей Однако меры противопожарной безопасности будут усилены Урок безопасности в школе Сотрудники оперативных служб продолжают рассказывать школьникам о мерах личной безопасности Ну а теперь об этих и других событиях более подробно Крупный пожар случился вчера в селе Сысоя Сараевского района Напомнивший события пятилетней давности Когда жарким летом 2010 года сгорели до тла сразу несколько населенных пунктов региона Тогда среди основных причин возникновения масштабных пожаров назывались массовые палы сухой травы местными жителями Вчера в селе Сысоя сгорело 11 домов Спасатели и пожарные одной из основных версий произошедшего называют поджог травы Сообщение о пожаре в поселке Сысоя Сараевского района поступило на пуль дежурного спасательной службы в 14 часов 15 минут Довольно оперативно сотрудники прибыли на место возгорания Для ликвидации очага пламени в поселок Сысоя отправились более 60 спасателей и 19 единиц техники В том числе и вертолет Ка-32 И через четверть часа огонь удалось локализовать А в половине шестого пожар был ликвидирован Надо сказать, что все жители поселка Сысоя были вовремя эвакуированы Никто из людей не пострадал В результате пожара сгорело 11 строений из которых 4 дома жилые В пресс-службе регионального управления МЧС отмечают, что причина пожара сейчас устанавливается Ранее сообщалось, что первоначальная версия произошедшего возгорания в воспламенении сухой травы из-за короткого замыкания Хотя в ряде федеральных СМИ называлась иная причина – пал травы А утром во вторник случился пожар уже в областном центре Горел продуктовый магазин на перекрестке улицы Есенина и Маяковского Фотографии работы спасателей внутри им стали появляться в соцсетях в девятом часу Однако сотрудники МЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 7 часов 55 минут На место выезжали 12 охнеборцев на четырех спецмашинах По словам спасателей, огонь повредил электрооборудование Погибших и пострадавших нет Сейчас причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются После пожара в селе Сысои Сараевского района возобновятся проверки пожлеса Об этом на сегодняшнем расширенном заседании регионального правительства заявил губернатор Олег Ковалев Он поручил оценить причиненный жителям ущерб от потери жилья и разработать предложение об оказании помощи пострадавшим семьям Я прошу, вернетесь к себе главы, наметьте план мер вместе с главами поселений пройдите все населенные пункты посмотрите вместе с Пошнадзором все объекты это склады сена, склады зерна фермы и так далее опашка, осенняя опашка должна быть произведена Минсоцзащита немедленно выехать туда сегодня же выехать туда повстречаться со всеми погорельцами разобраться, что там как там сгорело и так далее и внести предложение по оказанию поддержки и помощи тем погорельцам которые понесли ущерб и которым сегодня негде жить должны внести предложение соответствующее буквально вот даю вам два дня на разбор и внесение мне предложений конкретных также на сегодняшнем расширенном заседании областного правительства Олег Ковалев подчеркнул что работу по основным направлениям развития системы здравоохранения в регионе необходимо активизировать губернатор отметил что в соответствии с рейтингом опубликованным фондом здоровья Рязанская область вошла в число лидеров по качеству и доступности медпомощи однако высокий рейтинг не дает повода к успокаиванию нам успокаиваться еще пока рано потому что есть масса резервов масса вопросов по которым необходимо работать нам предстоит еще очень-очень много работы первое это активизация деятельности по созданию в регионе офисов врачей общей практики и ФАПов то есть там где оказывается первичная помощь населению на которую больше всего жалоб что касается онкологии пульмонологии значит и ряда еще других то мы приняли принципиальное решение сейчас Елена Ивановна и Прилуцкий должны подготовить свои соображения по финансированию областной клинической больницы там и ждем от вас предложения и вновь о происшествиях вопиющий случай вандализма произошел в ночь с воскресенья на понедельник на Шереметьевском кладбище что находится в Дашковой песочне там пока что неизвестные граждане повалили десятки надгробий и выдернули и сломали десятки крестов в этом случае сейчас разбираются рязанские полицейские они просят откликнуться возможных очевидцев ранним утром в понедельник все кому не спалось смогли полюбоваться полным лунным затмением мало того затмение совпало с так называемым суперлунием максимальным приближением луны к земле окраска луны изменилась ярко-желтой до кровавой и любители страшилок про конец света тут же напророчили апокалипсис якобы после кровавой луны на землю упадет гигантский метеорит после чего наступит семь лет скорби к счастью без метеорита все же обошлось и конец света благополучно вновь обошел стороной а вот странные неприятные события этой ночью все же произошли так в ночь с воскресенья на понедельник неизвестные снесли на Шереметьевском кладбище 70 нагробий повыдергивали кресты у отца вот поваленный памятник лежит значит многие памятники очень разбиты особенно вдоль гаражей вот с той стороны в день затмения луны здесь уже такое было 10 лет назад так же валяли памятники разбивали вот по стороне где забор этот железный там по два памятника свалены и по той стороне вдоль гаражей там надо смотреть вдоль гаражей мы еще там не были но там говорят тоже поваленные никакой системы полицейские в действиях вандалов не обнаружили памятники принадлежали людям разных полов, возрастов и национальностей на данный момент проходит расследование случившегося кладбище не оборудовано камерами что осложняет работу полицейских разыскиваются очевидцы по факту осквернения памятников на кладбище сотрудниками рязанской полиции проводится проверка полицейские ведут активные поиски лиц причастных к преступлению всех кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии просьба сообщить в полицию по телефону 0-2 не обошлась без происшествий следующей ночи неизвестный злоумышленник сломал молодые деревья на улице Семинарской причины такого геройского поступка пока неизвестны но аналогия напрашивается сама собой в июне 19-летний рязанец напившись и поругавшись с девушкой уничтожил 16 молодых лип у торгового центра премьер тогда в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело в общем непонятно то ли луна, то ли осень то ли просто люди злые и уже не знают в какое еще неприглядное русло направить свою энергию кстати согласно статье 214 уголовного кодекса Российской Федерации то есть вандализм за поломанные деревца злоумышленнику грозит денежный штраф в размере трехмесячной зарплаты или обязательной либо исправительной работы на срок до одного года либо арест до трех месяцев а вот для вандалов которые орудовали на Шереметьевском кладбище уголовный кодекс обещает тюремный срок до трех лет если конечно кажется что преступление совершено исходя из мотивов ненависти а вот что касается судимости то как сообщают сотрудники рязанской полиции получить справку о судимости стало значительно легче благодаря широкой разветвленной региональной сети многофункциональных центров сильно упростилась процедура предоставления государственных услуг Министерство ведомств предоставляющих услуги через единый портал государственных и муниципальных услуг сайта 3wgosuslugi.ru сейчас очень много среди них и Министерство внутренних дел самой востребованной услугой по линии МВД является справка о несудимости многие рязанцы уже воспользовались этой возможностью вы уже получили справку о судимости а где вы ее заказали? через интернет зарегистрировался на портале госуслуги мне неудобно было приходить в рабочее время нужен отгул а интернет работает круглосуточно да и друзья говорили а как долго вам делали справку? где-то 3-4 дня а вот многие говорят что возникает трудность при загрузке паспорта а у вас таких трудностей не возникло? нет, я его сфотографировал на телефон и выложил фотку в общем ничего сложного особенно это актуально для тех кому такая справка нужна с постоянной периодичностью зарегистрироваться на сайте нужно только один раз и для вас будут открыты все услуги предоставляемые государственными органами без очередей, без предварительной записи без сбора документов информационный центр управления внутренних дел Паризанской области ждет вас каждую субботу с 9 до часу а также мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону, который опубликован на нашем официальном сайте 62мвд.ру всего на создании сети многофункциональных центров Паризанской области с 2011 по 2015 год было израсходовано более 210 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов сейчас по всей территории области открыто 386 окон приема и выдачи документов благодаря этому значительно увеличилась доступность госуслуг для жителей в том числе малых и удаленных населенных пунктов и возвращаясь к происшествиям сотрудники регионального управления МЧС провели для школьников седьмой школы урок безопасности и еще спасатели совместно с наркополицейскими отработали взаимодействие при возникновении чрезвычайных ситуаций по условиям проводимых учений злоумышленник проник в здание регионального управления ФСКН и заложил внутри взрывное устройство которое сработало обнаружив задымление дежурная смена немедленно оповестила экстренные службы и объявила экстренную эвакуацию сотрудников наркополицейские организованно покинули здание при этом не забывая о мерах похоронить задержанных граждан оперативно прибывшие на место спасатели четко и слаженно провели душение очага возгорания и помогли эвакуации с верхних этажей здания в завершении состоялось подведение итогов учения и проведение дополнительных занятий с личным составом по правилам использования средств индивидуальной защиты и практическим действиям по их применению при возникновении чрезвычайных ситуаций тем временем сотрудники регионального управления МЧС провели урок безопасности и для рязанских школьников профессиональных спасателей пригласили в седьмую школу чтобы они рассказали ученикам начальных классов о простых но эффективных мерах и способах как уберечься от возможных опасностей в рамках мероприятий посвященных 25 годовщине создания МЧС в России мы приглашаем сотрудников МЧС для разговора с детьми о службе, которую несут эти сотрудники на протяжении 24 часов каждый день о том, как дети могут помочь в их нелегкой работе и сами предотвратить чрезвычайные ситуации которые происходят изо дня в день в нашей повседневной жизни спасатели рассказали ребятам правила безопасности при возникновении как природных чрезвычайных происшествий типа паводков, ураганов или пожаров так и техногенных происшествий сегодня я как раз рассказывал ребятишкам о безопасности на проезжей части как переходить дорогу как вести себя на транспорте чтобы безопасно и вот лето обязательно каждый любит покупаться поплавать значит вот меры безопасности на воде это очень главное урок безопасности в седьмой школе завершился наглядной демонстрацией возможности оборудования спасателей и это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска далее в эфире программа подробностей гостем в студии станет начальник отдела по работе с налогоплательщиками региональной налоговой службы Алла Кондакова а с новостями на сегодня это все и до встречи в эфире уважаемые жители города Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии в том числе предоставленной на общедомовые нужды телефон для справок 40 20 40 20 40 40 20 40 судно-эпилон инкопортовая компания